всем привет вы на канале вязание меня зовут кристина и в этом видео вам покажу готовые работы за две недели а также свои процессы первой вязаной игрушечкой была вот такая чудесная куколка эта куколка связана по мастер-классу ирины кистаевой платьишко у куколки съемная я его сделала на пуговичках вот такое здесь у нас трусики беленькие не так у как очень понравилось что тело такое маленькое а голова большая такая получается мультяшная еще меня зацепил мастер-класс тем что голова здесь вот такая подвижная крутится она на нитяном креплении я вязала такую куколку впервые мастер-классе у ирины юбочка платья обязана рачьим шагом у меня слишком плотное вязание поэтому я край платья обработала таким как бы тамбурным швом камера не хочет фокусироваться вот таким ласки на безопасном креплении все как обычно вот такие классные волосы у ирины кистаевой есть куколки которые сделаны с волосами тресами и волосы которые связаны немножко по-другому здесь вяжется такая шапочка после кудряшки вот вы зайдите на мастер-класс посмотрите я сделала вот в таком исполнении мне очень нравится вот эти кудри и у единорогов и у куколок очень эффектно смотрится конечно тяжеловато это все пришивать но результат того стоит куколка связанной ализе хобби платьюшка из джинс а вот волосы я вязала и сказал baby cotton эта ниточка немножко помягче потоньше и еще как бы я с января месяца и связываю все остаточки чтобы потом сделать хороший заказ пряжи сейчас вижу из того что есть после я связала лягушечку вот такую вы наверное узнали это лягушка фиона по мастер-классу на канале вяжем игрушки жене вот такая прикольная мастер-классе уже не здесь глазки не именно безопасно крепление просто начинается вязание с черных ниточек вот такая милашка очень легкая схема это пряжа газал baby cotton вот этот моточек лежал наверное у меня года два я не знала что с него можно связать и вот спустя два года я связала лягушку и конечно же еще была связана лягушка мини фиона вот такая смешная размер глазок у них одинаковый но вот здесь я поставила зрачки у малышки поменьше вот такая прикольно ручки ввязываются пришиваться только глаза язык и корона вот такие классные что-то фокус не хочет у меня сегодня фокусироваться уберем их а еще у меня связался маленький плюшевый котенок смотрите какой миленький вот такие ушки хвостик все детали ввязывается пришиваются только ушки и мордочка глазки носик на безопасном креплении только вот у меня усики получились какие-то кривоватые не знаю может быть попробовать их клеем пва зафиксировать надо что-то придумать этот котик связанного мастер-классу котенок мони автор мастер-класса юлия рассохина вот такой мастер-класс не попался в контакте в группе я не смогла пройти мимо такой малышки связав котика мне захотелось еще связать какую-то плюшевую игрушечку но так как у меня осталось не очень широкая палитра цветов пряжи я связала вот такую пандачку смотрите какие милые глазки блестящие думаю вам видно это пандачка из гималая долфин бэби вот такой хвостик здесь конечно не очень красивый переход но в общем как есть я думаю в реальной жизни у панды тоже не очень ровные эти полоски вот такая пандочка носик пришлось вышить хотя мастер-классе он на безопасном креплении носик пришлось вышить так как у меня нет такого большого носика на безопасном креплении ножки панды на суставчиках вот так крутятся пандочка сидит только вот ручки пришиты а забыла сказать это мастер-класс виктория кравченко там мастер-классе можно связать коалу и пандочку по одной схеме только ушки и оформление другое так ну еще конечно же если за для своей коллекции зайчиков вот такого зайчика с плюшку это у нас зайка мини с плюшка ссылочку я вам оставлю на мастер-класс в описании предыдущем видео я уже показывала таких заек мне не покидает мысль навязать кучу кучу и разных цветов так а сейчас я вам покажу свой процесс либо я его заброшу и что-то уже не знаю даже в общем на просторах интернета я нашла мастер-класс прикольной куколки стеши сейчас он ставлю фотографию а теперь смотрите что у меня в процессе вот так как у меня нет таких цветов как мастер-классе я решила их заменить ну и подумал штаники можно сделать такими джинсовыми у вас они передаются немного темнее на самом деле они более светлые вот думаю кроссовочки у меня пряжа осталась от фион думаю свяжу вот такие вот такая кофточка у меня тоже подходит для девочки но общий вид у меня почему-то особенно с этими штурками как-то похож на мальчика еще мне есть вот такая кофточка ну мне кажется эта ситуация не спасает я вот даже здесь не стала убирать эти ниточки для ресничек думаю если что свяжу какую-то другую кофту может быть даже там синюю или зеленую и будет у меня это мальчик остается одна надежда что я куплю трес и попробую сделать ей волосы на тресах здесь еще будет шапочка возможно у нее вид изменится и она станет куколкой но пока у меня это какой-то мальчишка еще что мне не понравилось в мастер-классе это либо я очень слабо вижу столбики с накидами либо просто неудачная схема подошвы вот смотрите здесь подошву нужно вставлять либо картон либо что-то чтобы куколка стояла кстати не стоит я здесь вырезала из пластика подошвочки такие но они просвечиваются и видно что там подушку и еще хрустят хочу попробовать эти подошвочки связать столбиками без накида чтобы они были плотные так идея мне очень нравится и возможно я не свяжу других цветах и будет у меня мальчик и девочка надо подумать насчет прически еще какую сделать какой цвет волос с мальчика там попроще конечно в общем посмотрим получается у меня такой процесс долговяз не знаю как его назвать даже следующем горе процесса у меня стал пупсик я хотела связать пупсика по мастер-классу ирины кистами которого голова крутится не поверите у меня не оказалось а синий глазок ну вот я поставила такие черненькие и представила этого пупсика с вот такими черными глазами что-то мне уже не захотелось его вязать я даже здесь не ставила заглушки думаю когда прикуплю глазки тогда я продолжу его вязать я живу из ализы хобби вот такие ниточки это цвет 382 из этого цвета я всегда вижу тело куколкам пупсиком и всем человечек ой совсем забыла показать у меня же есть готовая работа это джемпер которая начинала в прошлом видео это джемпер листья сейчас я это уберу вот такой джемпер здесь резиночка весь в кадр не влезает как обычно надо что-то с этим делать что-нибудь придумать так вот такие рукавчики постараюсь ставить вам фотографию на модели на этот джемпер ушло почти 3 моточка это ализе baby best решила ничего здесь не выдумывать оставить только кокетку красивую а здесь вот просто лицевая гладь мне кажется это джемпер и так прекрасен сейчас вам покажу сзади это сзади вот видите у меня здесь азиатский росток вывязан вот такие у меня подрезы здесь петли набраны подрезы и еще с азиатского ростка вот и сбоку и у бабочки на рукавах полотно я вязала на спицах номер четыре резиночку манжеты на спицах номер три закрывала эластичным способом как обычно получается здесь косичка такая вот такой джемпер рук следующий процесс у меня отдыхалочка от вязания игрушек смотрите из вот таких ниточек я конечно их уже начала надо было наверно показать самое начало смотрите какие классные ниточки наверное убедили их уже yarnart flowers может быть неправильно прочитал не знаю вот такие ниточки это был моточек 250 грамм и здесь 1000 метров цвет 285 такой моточек и я вижу бактус вот такой весенний бактус цвета конечно такие яркие больше весенние здесь начал здесь начала уже рядок шишечками такой полотно получается в этой ниточке 55 процентов хлопка и 45 процентов полиамидом очень давно хотела связать из этой ниточки вообще раньше никогда не носила бактусы но из такой ниточки грех не связать здесь такой плавный градиент что мне очень нравится смотрите ниточка состоит из четырех тонких нитей хочет фокусироваться вот и каждый раз одна ниточка меняется на другой цвет здесь одна синяя и три зеленых потом это синяя уйдет добавится желтый цвет очень интересно продумано вот это и все мои процессы готовые работы очень надеюсь что я куплю ближайшее время треса для это куколки ну либо вот такие свяжу но я так примеряла такие этой куколки не она и так смешно так совсем кудреты не идут тем более кофточку наверно было тогда связать другого цвета в общем это сюда не подошло надо здесь или темненькие волосы ну или посмотрим ну что из этого выйдет обязательно свяжу еще вот такую милаху очень понравился мастер-класс быстро вяжется кроме волос конечно всем спасибо за просмотр ставьте лайк если вам понравились мои игрушечки подписывайтесь на мой канал впереди будет очень много интересного надеюсь скоро времени я начну снимать почаще не только готовые работы поэтому оставайтесь со мной и до новых встреч всем пока